Дороги разбиты, дворы как после бомбежки. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Смертельная ловушка. Жители Ленинского района Барнаула боятся, что их похоронят заживо. Неизвестные злоумышленники выкапывают погреба и сдают их на металл. Люди ходят рядом. Ребенок побежал, играет. Посмотрите, что будет. Помочь не могут. Жители Барнаульского микрорайона «Спутник» еще долго будут мучиться от бездорожья. На Смородиновой улице ни пройти, ни проехать нельзя. И вообще мы здесь богом забыты. Данный участок не может быть отремонтирован. Жители Ленинского района Барнаула боятся, что совсем скоро они станут новыми героями фильма «Погребенный заживо». Им даже кастинг проходить не нужно. Они каждый день рискуют провалиться в погребальную яму. Люди ходят рядом. Ребенок побежал, играет. Посмотрите, что будет. Четырехметровая бездна разверзлась возле барнаульских многоэтажек. На месте этой ямы еще пару дней назад был погреб, но неизвестные вырвали металлическую крышку. Дыра стала зиять. Но она далеко не единственная на придомовой территории. Вы считали, сколько здесь зияло? Нет, нет. Не сосчитаешь? Нет, здесь вообще десятками. Видите, вот тропинка идет. Вот представьте, зимой, как человек идет. С каждым годом все больше здесь? Да, все больше и больше. Ну, то есть, как вот началось, как бы, вот металл стал дорожать, то есть, и люди узнали, что это прибыльное дело. Понимаете? Ну и начали вырывать. Вот совсем еще свежие следы от крупногабаритной техники. Видно, как на металлическую крышку бесхозного погреба позарились злоумышленники. Но что-то пошло не так. Погреб трактору не покорился. Вот, пожалуйста. Вон, вон, вот. Это тоже все погреба? Ну, это да, это все бывшие погреба. Как вы думаете, это опасно? Конечно, опасно. Ну, вот это сгниет же все. Листья, они же сгниют. Вот эти палки сгниют. Ну, это не, как бы, не сейчас, а там через какое-то время, получается, внизу там все сгнило, а сверху вроде нормальная почва. Геннадий Петрович живет в многоэтажке на Островского, 52, и крайне обеспокоен опасными перекопами. Кстати, в непосредственной близости от его дома еще в апреле красовалась огромная яма. Также от погреба наша съемочная группа выезжала на место и пыталась помочь с проблемой. Я наткнулся на эту яму где-то во второй половине марта. Она была не огорожена. Глубина где-то метров пять у нее. Там блоки бетонные лежат внизу. Значит, позвонил в администрацию. В администрации мне сказали, что ладно, хорошо, примем меры. После этого, значит, прошло где-то недели или две, я пришел, посмотрел, только огородили вот этой ленточкой. Мужчина вновь позвонил в администрацию Ленинского района. Там пообещали, как только все оттает, привезут землю и засыпят яму. Вроде бы обещание даже исполнили. Туда, когда съемку начали везти, вот, в прошлый раз приезжали ваши, то туда просто мусор начали скидывать. А кто? Ну, наверное, кому дали команду, тот и скидывал. Ну, скорее всего, дворники, я предполагаю. Ну, вот видите, что сделали, значит, мусор сначала. Теперь сюда привезли землю и закидывают сверху землю. То есть сверху это будет выглядеть так, как по требованию. То есть почва землей закидано, вроде как яма. Ну, в конце концов, там этот мусор весь сгниет и получается, как бы, ловушка. Я сказал, некомпетентен. Кто же вам сказал, кто-то вам это сказал. Засыпать. Вас попросили засыпать. Металлолом творил, выливают. У кого бы было перекрытие плохое, сгнивают, заваливаются и все. Через пару лет мусор сгниет. Дети, взрослые могут упасть. Этого боятся все жители. Из-за детей как бы страх есть, что туда побегут. Потому что дети маленькие не понимают, что играть там нельзя. Дети играют на крыше, получается, погреба. А там аварийная крыша. И играть там нельзя. Но взрослые этого не понимают, детям не объясняют и все играют. По поводу аварийных погребов и по поводу опасных перекупов нужно обращаться в две инстанции. В зависимости от формы собственности. Управляющую компанию, либо администрацию, поясняет коммунальный юрист. Это будет, скорее всего, территория, являющаяся придомовой. Общей собственностью жителей многоквартирного дома. Тогда смотрим, в чем управление многоквартирный дом. Это будет управляющая компания, либо ТСЖ. Средским исключением непосредственно управление. И, соответственно, мы сигнализируем управляющей организации, это УК или ТСЖ, о том, что произошло вот такое вот событие. И, соответственно, просим там погрузчик пригнать, разровнять, перекопить. Второй вариант. Территория может быть неразграниченная. Тогда зона ответственности ложится на плечи администрации города и районов. Мало того, что жители рискуют быть похороненными заживо, так еще и дворы в Ленинском районе представляют довольно серьезную опасность. Тополя дышат на ладан, но их никто не срезает. Возмущаются люди. Конечно, страшно. У меня гараж. Гнилой тополь. Опиливает, не опиливает. Сучок, вот он аварийный. Вот видите, вот дерево сломало, так, гараж ударило. Вот, хороши людей никого не было. Барнаульский поселок Спутник. О бедах его жителям и рассказывали в прошлом месяце. Люди жаловались на поводок и бездорожье. На Смородиновой улице ни пройти, ни проехать нельзя. И вообще мы здесь богом забытые. Здесь такой здоровый поселок, и не ходит сюда транспорт. Мы по два километра шлюпаем. Не доезжает транспорт, потому что разбитые дороги? Да хрен его знать, почему он не доезжает. Потому что вообще не доезжает он просто транспорт. Он надо нам идти до Павловского тракта все. Что с детьми, что без детей. Ни тротуаров, ничего. Идешь как этот, лавируешь между этими ямами. Ремонт улиц по всей власти индустриального района осуществляется в микрорайоне Спутник в рамках муниципальных программ. Так были отремонтированы несколько улиц. Но вот проблемную Смородиновую под опеку взять не могут. Что касается проблемного участка, расположенного на улице Смородиновой, то данный участок не может быть отремонтирован по данной программе, поскольку находится в частной собственности. И, соответственно, выполнение ремонта за счет бюджетных средств на данном участке невозможен. Вопрос в части движения общественного транспорта в микрорайоне Спутник переадресован в профильный комитет по дорожному хозяйству. Найдется ли собственник, согласится ли подлатать проблемный участок – большой вопрос. В любом случае, в ближайшее время жителям улицы Смородиновой придется терпеть неудобства и идти до школы и магазинов, рискуя оступиться и упасть. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи!